Труджим Программа «Все на матч». С вами Андрей Романов и Юлия Шарафов. Мы продолжаем, расскажем вам историю о том, как два брата абсолютно неожиданно стали друг другу чужими людьми. Я, конечно же, о братьях Емельяненко. Да, действительно. И то, что говорили друг другу, не укладывается в голове. К примеру, Федор сказал «Для тебя я не Федя, а Федор. Ты Иуда». В это сложно поверить, да, но, тем не менее, это факт. Один высказался в прессе по поводу их взаимоотношений, вынес, как говорится, ссор из СБ. Второй отреагировал и высказал свою позицию по этому поводу. На ваш суд мы даем, соответственно, вам оба варианта. Смотрите, решайте сами. Два брата Емельяненко со школьных лет вместе. Бок о бок пытались освоиться в мире единоборств. Но профессиональная карьера старшего Федора сложилась куда успешнее. Александр же, помимо неудач на ринге и в клетке, регулярно оказывался в центре скандалов. Низшей точкой падения оказался тюремный срок. За решеткой Александр провел год, вышел на свободу 24 ноября 2016, а этой осенью возобновил карьеру. В первом бою Емельяненко-младший победил бразильца Джеронима Дос Сантоса, а совсем недавно дал огненное интервью советскому спорту. Ряд заявлений Александра настолько сильно задели Федора, что он ответил на слова брата в открытом письме. Одним из ключевых пунктов разногласий стали выступления российских бойцов в Европе и Америке. В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе. Соответственно, с боев они платят налоги в американскую казну. А у американцев чувство русофобии на уровне ДНК. Но, тем не менее, никто не задает вопросов об этом. Меня удивили резкие высказывания про американцев. В Америке всегда очень хорошо принимали меня и мою команду. Когда ты в единственный раз ездил в США, к тебе тоже было хорошее отношение. Но атлетическая комиссия запретила биться по известной тебе причине. Не сошлись братья и в своем отношении к Сергею Харитонову, российскому бойцу, с которым они раньше вместе тренировались. После того, как их пути разошлись, Александр регулярно конфликтовал с Сергеем. Емельяненко-младший указывает, что защитил брата перед боем с Дэном Хендерсоном. Харитонов считал американца недостойным соперником для Федора. Я вступился в тот момент за Федю, а он повел себя в тот момент странно. Зная все детали конфликта, он дистанцировался от ситуации и заявил, что разборки Харитонова и меня его не касаются. Мне это было неприятно. Я всегда мог ответить на высказывания других людей, но не считая нужным реагировать на чьи-то выпады и давать повод для пустой болтовни. То, что Серега с нами жил и тренировался, я помню, но тебя никто не просил ввязываться и переходить на низкую базарную брань. Александр также отметил, что начало его карьеры вышло смазанным из-за брата. Речь о поражении от Мирка Филипповича в 2004 году. Крокоп тогда победил нокаутом, а затем проиграл Федору. Александр утверждает, что пошел на этот бой только ради того, чтобы Емельяненко-старший успел подготовиться к поединку с Хорватом. Ну, собственно, я предложил Фете, давай я с ним подерусь, ты за это время сможешь подготовиться. Я прекрасно понимал, что иду на забои, мне нечего ловить против Крокопа, я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло, но нужно было выиграть время и помочь Фете. Так я и сделал. Никто не вынуждал тебя выходить на бой с Крокопом. В то время я участвовал в гран-при, и вопрос о бои с Мирка для защиты моего пояса даже не поднимался. Тогда Мирка проиграл Рэндалману, и ты ухватился за эту возможность, несмотря на то, что Вадим, Владимир Михайлович, Александр Васильевич и я были категорически против. По причине твоего отношения к тренировкам и твоей неопытности. Сейчас круги общения братьев Емельяненко практически не пересекаются. Это также стало темой для высказывания Александра. Он считает, что в окружении Федора недостойные люди. Я всегда и во всем старался вступиться за Федора, шел на конфликты из-за него, но, видимо, ему это стало неинтересно. Сейчас он окружил себя друзьями, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него. А теперь самое главное, из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе. Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим – это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить, что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких. После освобождения из заключения и возобновления карьеры Александр высказывался, что был бы рад тренироваться вместе с Федором. Но в итоге он работает исключительно в бойцовском клубе «Ахмат». Теперь же, после заочной перепалки в прессе, отношения между братьями разладились окончательно. Сергей Пашкульский, все на матч. Друзья, давайте оставим распри и пожелаем мира семье Емельяненко. Теперь, я думаю, ни у кого нет сомнений, что все это не придумано каналом Труджим, как многие писали в комментариях. Просто братья не хотят говорить все это на камеру, и их можно понять. Но мне больше интересно, для чего все это началось? Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А также, заходите в нашу группу ВКонтакте и в Инстаграм. Ссылки в описании. Выпуск подготовил Яков Летов, озвучил Свежинцев Роман. До новых встреч!